20 ошибок, которые совершают 90% ютуберов до 100 тысяч подписчиков. Уверен, что большинство из вас это авторы каналов до 100 тысяч подписчиков. Если нет, напишите в комментариях, а я вам расскажу о наших с вами типичных ошибках. И авторы, которых я консультирую, практически все имеют как минимум 10 этих ошибок. Будет полезно? Поехали! Планирование контента, точнее отсутствие этого планирования. Когда авторы не анализируют конкурентов и не думают, что они будут снимать в долгосрочной перспективе. Возникла идея, тут же пошли снимать, не проанализировали ни частотность ключевых поисковых запросов, ни наличие контента по данному запросу, ни то, как этот контент в принципе продвигается. Например, даже захотели снять рецепт какого-нибудь медовика, не пошли, не проанализировали, что лучше работает медовик без раскатки коржей за 30 минут. А сняли по классике старый рецепт, и он не набрал ничего. Второе, это прокрастинация, когда авторы могут неделями собираться, сделать что-то полезное, либо избыточный перфекционизм. Я сейчас не могу, я устал, не идет, не работает, ролики не набирают, поэтому я ничего не делаю. Оправданий множество, а надо брать и делать. Как написано в статусе у одного моего знакомого автора крупного канала. Start doing when get better. Начни делать, а потом становись лучше. Третье, нетерпеливость, когда авторы хотят сразу мощных результатов. Сняли два ролика, где моя тысяча подписчиков. Ну да, ну да. Только начали свой YouTube канал, не смотрят, не подписываются. Значит, или я что-то делаю неправильно, или ваш YouTube не работает, и там невозможно достичь результатов. Часто слышу такую риторику. Четвертое, ГЭС, акроним от Gear Acquisition Syndrome, синдром приобретения оборудования. Когда начинающий YouTuber, в частности, ну или не сильно начинающий, начинает покупать камеры, там дорогое оборудование, стедикамы, микрофонные системы, пульты управления и так далее. Да, это говорит вам Канаденку, который купил камеру Sony A7S III с объективом G-Master. Канаденку в общей сумме на 500 тысяч рублей. Но сейчас оправдание вам какое-нибудь придумаю, да. В общем, это не то, чтобы я там покупал на последние деньги, просто мне нравится эта камера, и поэтому я ее купил. Сейчас еще вот купил маленькие осветители, чтобы было посимпатичнее. Короче, да, можно ставить синдром ГЭС и жить с этим дальше. Следующий пункт – это сравнение себя с крупными ютуберами и попытки быть как крупные ютуберы. Делать так же, как они. Далеко не всегда начинающим авторам нужно делать то же самое, что делают крупные ютуберы. Например, они не пишут описание видео, не используют теги, либо снимают ролики в стиле «моё типичное утро». Но одно дело, когда, например, суперпопулярный ютубер, у которого постоянная аудитория, миллион подписчиков снимет «моё типичное утро». Другое дело начинающий автор, у которого 100 подписчиков снимет ролик «моё типичное утро». В первом случае ролик может набрать много, во втором случае ролик не наберет ничего. И здесь нужно понимать, что ролики бывают привлекающие новую аудиторию и ролики для постоянной аудитории. Так вот, это пример ролика для постоянной аудитории фанатов, не более. Далее, непоследовательный контент и отсутствие фирменного стиля, когда автор скачет с одной темы на другую, не делает нормальное оформление видео, не делает хорошие значки, когда у него плохая шапка, плохой логотип, нет фирменного стиля в самих видеороликах, нет какой-то фирменной символики и узнаваемости в повествовании и подаче, когда автор не прокачивает свой личный бренд. Следующее, нет внедрения знаний на практике. У 95% авторов такая проблема, когда что-то посмотрели, что-то узнали. Вот вы сейчас посмотрите этот ролик и из каждых 100 зрителей 95 скажут, ну окей, и пойдут делать точно то же самое. И только 5 скажут, так, у меня есть вот эта проблема, я пойду ее исправлять прямо сейчас. Например, пойду и сейчас составлю контент-план на ближайший месяц, пойду проанализирую конкурентов, там еще что-то сделаю полезное. Так это вот такой расклад. Дальше, не используются новые возможности, которые дает YouTube. YouTube дал нам вкладку сообщества. Большинство авторов не ведут эту самую вкладку, не публикуют там на регулярной основе какие-то заметки, не проводят опросы, не делают анонсы новых видео за день до публикации. Ну разве так можно? Ну зачем так делать? Многие не используют сюжеты. Появились YouTube shorts, многие не делают YouTube shorts. Это же новые возможности. Когда возникает новая возможность, по хотя бы первым месяцам, первым неделям использования можно даже получать конкурентное преимущество, когда другие этого еще не делают, а ты это уже делаешь, и соответственно ты можешь охватить новую аудиторию. Но многим не до этого, видимо, так получается. Страх экспериментов. Многие боятся, причем много чего боятся. Изменить значок названия старого видеоролика, который набирал, перестал набирать. Попробовать новый формат. Боятся быть неправильно понятыми. Стесняются. Думают, что аудитория от них отвернется. Но после того, как некоторые рекламировали откровенное кидаловое, аудитория от них не отвернулась, стоит ли бояться чего-то нормальным обычным авторам? По-моему, ответ очевиден. Нет взаимодействия с аудиторией. Это тоже важная проблема, когда просто снимается все в ТВ-формате, не отвечают на комментарии, хотя бы в первые несколько часов не взаимодействуют на вкладке сообщества, не проводят стримы, не учитывают мнение зрителей и подписчиков при составлении контент-плана, не проводят, не записывают ролики с ответами на вопросы. То есть интерактивная составляющая пропадает, вовлечение зрителей существенно падает. Нет общения в процессе самого видеоролика. Вот, например, я в начале этого видеоролика сказал, что информация актуальна для авторов до 100 тысяч подписчиков. А если у кого-то есть каналы с более чем 100 тысячами подписчиков, отпишитесь об этом в комментариях, будет интересно. Вот элемент взаимодействия, к примеру. Следующий момент. Нет графика публикации. И действительно, многие авторы ведут свой канал хаотично. У них нет графика публикации, как следствие, это плохо и для алгоритмов YouTube, это плохо для ваших зрителей. Потому что не обеспечивается максимальная динамика трафика с первых часов с момента публикации видео. Это очень важный параметр для продвижения видеороликов. YouTube его учитывает. Чтобы ролик лучше продвигался и попадал в систему рекомендаций, с первых же часов с момента публикации нужно обеспечить максимальную динамику трафика. Если в первые сутки ролик имеет высокую динамику трафика, он лучше попадает в рекомендованные видео и на главную страницу YouTube. И он лучше ранжируется YouTube, он имеет шансы набрать больше просмотров, охватить более широкую аудиторию и получить больше показов, что немаловажно для всех авторов. Следующий аспект. Попытка быть не собой. Подстраивание под ожидания. Некоторые авторы пытаются изобразить из себя что-то искусственное, либо скопировать чей-то существующий образ. Однако это все не отражает их внутреннюю суть, не показывает то, кем они являются и кем они хотят быть. Это наигранность, это искусственность чувствуется, зрители ее считывают и как следствие они отворачиваются от такого автора, они не вовлекаются в просмотр такого контента. И он не цепляет, поэтому лучше быть собой, чем пытаться быть таким же, какой, например, является популярный какой-то ютюбер. Это тоже важно. Это реально самая крутая фраза, которую я когда-либо слышал. Следующий совет неожиданный, очень внезапный. Ношение солнцезащитных очков в кадре. Это плохо для всех, кроме автора канала «Все работы хороши», блогер Аса. Приветствую, если кто-то знает, передавайте ему привет, контент классный. Следующий совет, которого нужно избегать, это кликбейт и введение в заблуждение. Авторы в попытке привлечь максимум внимания иногда переходят границы. Да, яркое, броское, цепляющее название и значок видеоролика – это круто. Однако, когда уже возникает эффект кликбейта, то это плохо. Что такое кликбейт? Это когда вы чем-то привлекаете внимание зрителя, однако оправдание в самом ролике это не находит. Когда вы вводите зрителя, по сути, в заблуждение. Зацепили, он открыл, мы там совсем другое. Он разочаровывается и уходит. Не стоит допускать кликбейта, это бьет по удержанию аудитории и может вызвать разочарование, грусть, ярость и множество других отрицательных эмоций в ваших зрителей. Фокусировка на себе, а не на том, что важно для ваших зрителей. И часто бывает так, что ютюберы снимают то, что хотят они, а не то, что ждут от них зрители. И подходят к созданию контента с позиции себя, а не с позиции потребности аудитории. Например, зрители хотят, чтобы вы, например, снимали такую-то рубрику, а вам интересно другое. И вы идете, делаете то, что вы хотите. Но если вы делаете то, что вы хотите, а не учитываете то, что интересно зрителям, то не рассчитывайте на лояльность аудитории, не рассчитывайте на вовлечение аудитории в просмотр и распространение вашего контента. Дальше. Попытка сделать видео длиннее и получить больше времени просмотра любыми способами. Далеко не всегда длинный ролик равно хороший, качественный, интересный, привлекательный ролик. Потому что чем длиннее ролик, тем сложнее поддерживать вовлечение аудитории, интерактивность данного контента. И длинные ролики часто имеют низкое удержание аудитории. Поэтому искусственно делать ролик более длинным не стоит. Более того, если из ролика можно что-то выкинуть, лучше это выкидывать без ущерба для качества. Что можно сократить, то лучше сокращать. Так вы обеспечите больше удержания аудитории на вашем ролике. А в 2021 году YouTube, кстати, некоторые короткие ролики намного лучше продвигает. Это тоже можно использовать себе в плюс. Далее. Распыление усилий на несколько соцсетей или несколько каналов. Когда вы пытаетесь одновременно вести несколько каналов и группы там ВКонтакте, в Фейсбуке, Твиттер, Инстаграм, там еще что-то где-то, то часто все приходит к тому, что вы просто один и тот же контент репостите на все эти ресурсы. Но вы не занимаетесь непосредственно ведением всей этой социальной активности. Помните, что просто закидывать в группу ВКонтакте ваши видосы из YouTube, это не равно вести группу ВКонтакте. Потому что там нужно публиковать интересные посты, делать опять же какие-то опросы, чтобы все было актуально, вовлекало именно аудиторию ВКонтакте. То есть просто раскидывать репосты, это не равно вести активность в той или иной соцсети. И естественно, если в соцсетях нет аудитории, нет трафика, то это никак не поможет вам в продвижении видеороликов. Не подменяйте понятия, я часто вижу автор, говорит, да я веду в группу ВКонтакте, надеюсь оттуда трафик получать. Смотришь, он просто репостит свои видосы из YouTube в группу, в которой 100 человек и никто не смотрит. Это не ведение групп ВКонтакте. Нет, конечно. Конечно, сконцентрируйте усилия на чем-то одном и уделяйте максимум внимания этому. А потом, по мере возможности, подключайте другие платформы. И лучше делать так, чтобы тратить на это не так много усилий. Делегируйте, либо используйте, например, Яндекс.Эфир для перезалива уже существующего на YouTube вашего контента. Еще один важный аспект это отношение к ведению канала не как к работе. Когда вы не выделяете время для этой работы, когда вы рассматриваете это как хобби или получится, не получится, какой-то такой дополнительной деятельности, если не относиться к этому как к серьезной работе, как можно рассчитывать на серьезные результаты? Подумайте сами. Ведь почему-то, когда вы ходите на работу и чем-то занимаетесь, то для вас это нормально. А когда вы хотите зарабатывать деньги с YouTube, то часто вы считаете, что занимаясь YouTube 1 час в день, можно рассчитывать на результат. Или что покупка, заказ значков для видео – это что-то сверхъестественное. Но как же? Почему-то для работы вы покупаете, например, если вы занимаетесь стройкой или ремонтом, вы покупаете инструменты. Или вы покупаете спецодежду и так далее. Для вас это нормально. А покупать что необходимо для YouTube канала вы считаете нет. Или у вас какой-то мелкий бизнес, вы покупаете рекламу, а на YouTube покупать рекламу – ну это как-то что-то не то, да? Ну странно. То есть надо относиться к работе. Еще важный аспект – реклама всего подряд на вашем канале. Когда к вам начинают поступать первые предложения рекламодателей, далеко не всегда это качественные, интересные бренды. Иногда вам предлагают ставки на спорт, иногда вам предлагают откровенно какие-то мошеннические, псевдоинвестиционные компании. Рекламируя все подряд ни в коем случае нельзя, потому что ваш канал могут забанить. И вы можете поиметь проблемы уже многое время спустя. Даже если сейчас все нормально, потом YouTube может изменить политику и просто начать массово выпиливать каналы. Как было, например, с рекламой 1xbet и с многими другими рекламными предложениями. Поэтому поставьте четкий фильтр и обязательно отсматривайте тот сервис, те услуги, те товары, которые вам предлагаются рекламировать на предмет их безопасности, чтобы это не было какое-то потенциально неприемлемое предложение, либо какое-то мошенничество. Следите за этим внимательно. И последний аспект. Отсутствие опоры на анализ ниши и анализ конкурентов. Многие живут в каком-то своем мире, они создают контент по внутренним убеждениям, не смотрят, что делают другие каналы. В общем, в той же самой тематике не ориентируются на них, не перенимают их опыт. Посмотрите обязательно каналы конкурентов и что они снимали за последние полгода. Какие ролики у них выстрелили, набрали больше просмотров, а какие нет. И внесите корректировки в вашу контент-стратегию с учетом популярного контента на других каналах, с учетом комментариев зрителей, что они хотят, что они наоборот не хотят. Проанализируйте реакцию. Так вы сможете выбрать серийное направление контента и двигаться, развиваться более эффективно. Эти 20 простых советов помогут вам в 2021 году и не только в 2021 году развивать ваш YouTube канал. Применяйте их на практике, а я на моем канале Канаден буду делиться с вами интересной и полезной для ютюберов информацией. Поэтому подпишитесь, чтобы не пропустить новые ролики. А я с вами на этом прощаюсь. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok